Девушки отдыхают Три зеленого цвета, две другого, пищевые добавки какой-то, порошок, что-то себе под глаза там засыпал. Я смотрю на него, думаю, нахрена тебе еда вообще, а? Ты можешь просто нахаваться колесами и все. Ты столько жрешь колес, если в бассейн бросить, ты зашипишь и растворишься там. Чтоб вы поняли, я его очень хорошо знаю, он ничем не болеет. Это для иммунитета. Кто считает, что мы стали слишком озабочены здоровьем, что мы хаваем безграничное количество колес? Раньше люди так не лечились. Раньше было одно лекарство – картоха. От всего вообще. Помните, человек простудился, у него двустороннее воспаление легких. Сварим картофеля тебе. Накрывает тебя одеялом, и ты там в этом белорусском хамаме. Дышишь. Надышал там как следует. А потом вся семья еще жрала эту картошку. Сидела за столом вместо прививки, типа. Потом в доме появились йод и зеленка, типа рану надо обработать. Потом кто-то сказал, перекись лучше, и появился еще один тюбик. Потом в холодильнике вот эта вот полочка заполнилась на двери. Потом заполнилась вся дверь холодильника. Потом заполнилась дверь в шкафу. Вторая дверь в шкафу. Сейчас в каждой квартире есть шкаф с лекарствами. Знаете, какой следующий этап? Ты открываешь шкаф, там врач. Серьезно, ты просто ему будешь говорить, запор он, туда пол, до завтра. Хорошо, счастливо. Пипец как лечимся. Лечимся от всего, лечим всех. Ребенок чихнул мы, на скорой, в Германию. У нас в детстве так не было. Мы просто бежали на стройку, играли там, падали на арматуру. Дырка в ноге, просто хлещет кровь. Но ты не идешь домой. Это очень важно. Ты останавливаешь кровь, прикладываешь подорожник. Потому что домой можно прийти, когда кровь не идет. А когда ты пришел домой, и из тебя ничего не выливается, все нормально. Ничего не было, да? И ты никогда не скажешь матери об этом, потому что у тебя дырка на джинсах, блин. Дырка на ноге. Ладно, бог с ним. Ноги две, но джинсы одни. Одни джинсы. Все лечим. То, что даже на здоровье, ну прямо в прямую и не влияет. Волосы. Все заморочены на своих волосах. Они не жирные, они сухие. Надо увлажнить, надо здесь побрызгать, надо усилить. Я лысею, что мне делать? Наверное, надо отсюда сюда, или отсюда из носа сюда. А если я просто буду ходить носом вперед, они поймут, что у меня есть в нем волосы. А если я буду к людям задом, просто задом ходить? Уже, пемис, успокойся, ну уже, ну хорош. Ну реально, это просто волосы, и все. И все стремятся пойти быстрее в аптеку, купить лошадиную силу себе, чтобы укрепить волосы. Ребята, это все маркетологи придумали. Они специально говорят, что лошадиная сила, чтобы у нас была ассоциация с лошадьми. Потому что у лошадей нет плохих волос. Нет лысых лошадей. Нет лошадей, у которых вот здесь озеро в лесу растет, и она стесняется и в кепке на интервью к Дудю. Нет, нет таких лошадей, нет. Нет лошадей, у которых вот здесь лысина, а тут растет, и они себе зачесывают вот так вот. Накрывают стадион крышей сверху. И когда еще бегут, у них немножко так, что они копытом придерживают ее. Нет, такого не бывает. Мы лечимся от всего, ребята. Сейчас болезнь 21 века, самая популярная, это панические атаки. Панические атаки. Это когда все нормально, и вдруг тебе резко страшно. А просто все было хорошо. Ты идешь по Красной площади, и все случилось. Ничего не случилось. Ничего не случилось. Мы живем в безопасное время. 500 лет назад панические атаки, я понимаю, понимаю. Потому что человек мог проснуться от того, что его волк несет в лес просто. Ты по дороге убиваешь волка, возвращаешься к себе через лес домой. Дома нет. Все сожгли. И дети бегают и говорят, мамку увели в Монголию. И никто не паниковал. Просто ты надевал лат и думал, ну, Монголию. Все. Ладно, панические атаки, ребята. Сейчас лечит гиперактивность. А ты слишком бодрый. Надо лечить. У тебя слишком много энергии. Так супер. Раньше ты, если был слишком бодрый, значит, ты догнал мамонта, убил его, похавало все племя. Ты теперь вождь. На тебе семь баб траха их. Ты активный. Давай. Давай как-то выпутывайся. А сейчас лечит гиперактивность. Ой, ты очень гиперактивный. Тебе надо лечиться. Мы таких, как ты, боимся. У нас от таких панические атаки. Что за общество? Ребят, мы самый слабый вид на этой планете. Нам нужна куча лекарств для того, чтобы просто выжить. У нас аллергия на другие виды животных. Просто человек заходит и у вас кошки. Не бывает такого у других животных. Не бывает, чтобы лев лежал в саванне. Где-то енот. Я чувствую, енот реально. Я пошел пятнами, боже мой. Я превращаюсь в леопарда. Человек самое слабое существо на планете. У нас ребенок рождается настолько беспомощным, чтобы для того, чтобы он задышал, чтобы у него раскрылись легкие, его надо ударить по попке. Иначе он никак не задышит. Ребят, детеныш жирафа во время рождения падает из мамки с 4-метровой высоты башкой об саванну. И через 10 минут уже убегает от льва, потому что льва гиперактивность. Ему надо что-то делать, блин. А мы такие люди. Мало того, что ребенок рождается в беспомощном, этого дебила еще 20 лет нельзя оставить одного. Иначе он сделает себе татуировки, купит айкос и запишет рэп-альбом. Ну реально, это мы. Человек самое слабое существо на планете. Не бывает такого, что у всех ликушек тахикардия, потому что у них сидячий образ жизни. Нет. Не бывает такого, что гепард лежит в саванне, не бегает, думает, что суставы ноют. Наверное, дождь будет. Какой-то я метеозависимый стал. Хвост отваливается. Пингвин всю жизнь сидит на холодном. Всю жизнь. И не было ни одного предложения к пингвину, что ну что, батенька, пересидели, давайте. 10 массаж простаты теперь надо пойти, все. Насмотрелся на море, что давай теперь. Взлетай. Нет, нет, не бывает такого в природе. Не бывает. Кошмарим всю планету. Мы все остальные виды разобрали на запчасти, чтобы выжить просто. Змейный яд, рыбий жир, китовый ус, порошок из рогов морала. Просто всем животным говорим, дай сюда. Мы биологические гопники. Вот мы кто такие. Недавно узнали, что улитки омолаживают кожу под глазами и сразу сюда иди. Ладно, мы убиваем животных. Ладно, из некоторых мы делаем лекарства. Ребят, почему мы убиваем мух? Знаете, почему? Они жужжат. Они вот бесят, что-то вот это. Жужжат. Да дай мухобойку мне срочно я сейчас. Не бывает такого у других видов животных. Не бывает, чтобы жираф стоял в саванне. Белки. Трындеть просто. Задолбать. Над духом вот в дереве. Нина, где моя белкобойка? Юра, отвали, я рожаю с четырех метров туда вниз. Нет, мы истребляем всех на этой планете, чтобы нам было комфортно. Представьте, прилетят в какой-то момент инопланетяне здоровые, умные, изучат нас сильно и поймут, что из наших пяток зашибенный крем для лица офигенный, локти помогают от простуды, а если сварить наши попки все вместе, головная боль как ушла. Они нас разберут на запчасти, и нам никто не поможет. Никто из всех сделает в итоге какие-то лекарства. Только из меня не сделают никакие лекарства, во мне ничего полезного. Но меня все равно зафигачат вместе со всеми. Знаете почему? Я жужжу. Всем хорошего вечера. Берегите природу, чтобы она берегла нас. Павел Воля, спасибо. Паспорта взяли? Работаешь на право, нет? Мы не летим в Сочи. Проведем наш отпуск в Подмосковье. Раздорачивайся! Что ты сделал, гад? Мы не хотели, чтобы я заранее видела этот санаторий. Прям очень плохой, да? Наоборот, Катюш, вот. Плохой отдых с вертолета не начинается. Это очень крутое место, Леш. Красотища. Обалдеть. Объезжай. Прогуляться пошли. Отлично. Тут камера везде. На тебя смотрят все, Катя! Это же наша училка по географии. Мы запускаем грандиозное реалити-шоу, в котором примут участие семьи. И каждая из них будет бороться за звание «Идеальная семья». Мы на реалити. И твои сиськи сейчас увидела вся страна. Ольга Медынич, Павел Деревенко, Борис Дергачев, Вячеслав Манучаров. «Идеальная семья». С понедельника по четверг в 8 вечера на ТНД.